Пожалуй, пиком продуктивности Верховной Рады на этой неделе стало голосование за реформу образования. Она была приоритетной у власти, наряду с пенсионной, медицинской и судебной. Ну и, наверное, станет первой и последней реформой в этом политсезоне, голосование за которую прошло хотя бы без драки. Поддержали законопроект 255 депутатов, причем как из коалиции, так и из фракции, которые не устают эту коалицию критиковать. Например, 25 голосов дала сама помощь, не обошлось и без уже привычной для коалиции радикальной поддержки, это еще 14 голосов, плюс 13 за дала Батькивщина после учтенной поправки о зарплатах учителям. А вот оппозиционеры потребовали от президента наложить вето на такой формат реформы. В ОПО-блоке заявляют, что принятая редакция закона об образовании нарушает базовые права граждан Украины. Мол, должно быть больше возможностей для обучения на родном языке, а те нормы, за которые проголосовали депутаты, не соответствуют европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств. С похожим заявлением выступил и губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль. Он тоже обратился к президенту с просьбой витировать этот закон.